всем здравствуйте начинаем наш прямой эфир экстренный прямой эфир посвященный тем трагическим событиям которые произошли сегодня в перми если меня хорошо видно слышно пожалуйста кто-нибудь подтвердите это чтобы я понимала что и звук и видео все работает хорошо вижу что присоединяются а сейчас мы ждем нашего гостя которым мы позвали на наш эфир обсудить эту ситуацию эту трагедию это алан маме общественный деятель и политолог ну вот в принципе он сам здравствуйте алан спасибо что вы к нам присоединились немножечко представьтесь кто вы чем занимаетесь ну а меня зовут алан маме я из северной сессии город ради кавказ общественной деятельностью занимаюсь политологом больше такого общественно-политического направления ну я тоже наверное представлюсь я не успел это сделать меня зовут гузеля я из города казани и почему собственно мы сегодня собрались на такой незапланированный экстренный эфир именно по тем событиям которые произошли в перми да это очередной расстрел скажем тогда в учебном заведении очень похожий сценарий на то что было у нас в казани 11 мая и наверное вот это и пугает что сценарий то очень похож все очень повторяется и получается что вот такая вот атака на образовательные учреждения на школу или техникум или вот сейчас уже институт университета это принимает какой-то системный характер вот какие у вас мысли вообще по этому поводу поделитесь пожалуйста вообще это как сказать не сказать что эта история но я в двух словах да я в осетии живу у нас одно время девяносто и двухтысячные теракты происходили регулярно и в ислане вы знаете да заложников захватывали то есть у нас очень высокий порог чувствительности ну к этим всем историям за и по сети например удивить кого-то терактом ну очень сложно и я не скажу что но вот я какую мысль хочу вам донести что такие вещи при современном строе общественном будут происходить регулярно к сожалению они неизбежны это следствие культурной и образовательной среды в которой находится современная молодежь это следствие понимаете ведь том же советском союзе когда мы с вами жили а мы с вами это еще помним оружие на руках охотничьего в том числе было не меньше но ни одному подростку не приходила в голову идея взять там не знаю винтовку папу или карабин и пойти там кого-то убивать мысль не приходила такая даже понимаете а нам вот эта причина вот мы всегда когда обсуждаем эти истории никогда не обсуждают причины что в корне всего этого лежит всегда обсуждают следствие а давайте поставим там больше чоповцев а давайте каждому педагогу раздадим по кнопке а лучше по пистолету а еще что но это вещи которые проблему не решают фундаментально понимаешь невозможно это все перекрыть невозможно покрыть общество бесконечный страх вот эту дрожь у родителей до чтобы они боялись детей в школы отдавать а школы превратить такие маленькие тюрьмы где все будет она не знаю за колючей проволокой под контролем там я не знаю чипами то все чем еще браслет что там что надо еще сделать и нам этот страх будут нагнетать после каждой подобной ситуации и никто не говорит что лежит в корне этого всего корни этого зла как молодым людям приходит такая идея в голову понимаешь первичная идея я сегодня читал внимательно его это письмо прощание которое он публиковал на своей странице вконтакте понимаете я пытался понять что у него в голове было эти же идеи как-то появились у него и у него в голове и вот в нашей стране на как сказать на самотек отпущены самые главные две сферы это образование культуры это фундаментальные сферы в любом обществе а у нас государство оттуда ушло оно как-то само по себе само по себе как-то образование происходит непонятно какие-то реформы бесконечные до школу превратили там какой-то в инструмент оказания образовательных услуг это сейчас называется про культуру и вообще молчу дети растут непонятно на чем на голливудских фильмах на японских мультиках на всем чем угодно но не на продуктах нашего производства которые несут им с детства некие смыслы понимаете в советском союзе почему такая жесткая была жесткий такой был контроль идеологической среды потому что большевики а потом коммунисты они прекрасно понимали что идея владевшая массами становится материальная сила идея первична и те кто вкладывает в голову идеи это работники культуры кинематограф не знаю театр писатели там мультипликаторы вот все люди которые вкладывают идеи самого детского вот какого-то возраста и поэтому эта сфера была под тщательнейшим контролем потому что фильтровали какие идеи вкладывают в голову молодежи понимаешь человек вырвавший на винни-пухе я не знаю там ногой бронзовой птицы фильмы на фильме кортик он не мог пойти с винтовку убивать других детей в школе не мог а на чем сейчас растут наши дети ну вот на чем-то на чем попало родители даже не знают об этом на чем они растут и до тех пор пока не будет наведен порядок в этой сфере количество преступлений будет только убедичиваться вы понимаете в корне зла лежит вот это вот то что у нас как бы вот это пространство идеи пространство культуры пространство образования то есть то что формирует личность она как-то вот само по себе живет без всякой какой-то вот не знаю осмысленности понимаете что я говорю а вот это все следствие постоянно обсуждать а давайте перестанем продавать винтовки ну давайте будут стрелять не знаю из арбалетов а мы звуков делать самодельные взрывные устройства в конце концов наше время оружие можно купить даркнет зайдите ну все знаешь такое даркнет да там чуть-чуть включите мозг биткоины даркнет и вы купите все что угодно от тяжелых наркотиков до оружия совершенно свободно то есть если этим озадачиться это можно сделать это не решает проблему это следствие вот нам предлагают постоянно вот есть дерево на нем есть там не знаю корни ветви а есть плоды растут маленькие вот нам говорят давайте с плодами бороться вот плохой плотном отравлен давайте про дерево говорить откуда корни этого зла росли нет это не надо давайте вот обсуждать а сколько нам еще дополнительных чопов туда поставить не решает это проблем вот в данном случае не решает от кирчи была ситуация да там у вас была такой же вот несчастный случай да с этим парнем вот сейчас опять произошло на ответили на главный вопрос за все это время что их сподвигло и что сделала государство того чтобы этого больше не было абсолютно согласна и пугает именно то что в принципе конечно вот эти теракты которые происходят мы ну как бы с ними познакомились скажем так лет 20-25 назад и с тех пор они все продолжаются вот вы упомянули беслан как раз таки да в принципе же много очень расследований было по этой теме и принципе пришли к выводу и по моему вот движение матери беслана было доказали что в тех терактах были задействованы те же самые структуры силовые понимаете то есть это уже как бы открыт информация есть специальные фильмы которые это все расследовали я это к тому что получается ли что вот эти вот теракты которые происходят нас регулярно ну и со школами не со школами там со взрывами и прочими там в метро было да в питере все равно получается что есть какие-то авторы за кулиси какой-то которая все это как-то делает или в принципе это действительно какие-то ситуативные скажем случаи как вот вы считаете это совпадение вообще там случайности просто действительно там тот же самый пермский подросток посмотрел казанскую трагедию сказал о да я пошел или все-таки это что-то более глубинное более такой лоббируемое каким-то структурами вот ваш понимаете вот у нас злые силы понимают под некими какого-то человек сидит какой-то страшный и что-то там какие-то спецоперации проводят они по другому работают я вам еще раз говорю идея владевшая массами становится материальной силой понимаете просто одну эту мысль осознайте и можно зерна этих идей посеять в обществе у меня нет гарантии что она прорастет в перми или в казани и во главе кавказе но где-то это прорастет понимаете они работают более системно вот эти вот люди которые с этим работать только у нас по всему миру происходит они системно работают они сеть некий зерна зла которые про ставят где-то на поле благодатную почву вали менее благодатную почву упали они через интернет потом этих людей ведут там объясняют всяких так фильмах и прочее как это все делать через компьютерные игры понимать он себя кем представлял этот парень который в перми стрелял как будто он в шутер играет контр-страйп какой-нибудь знаете ли там куча этих стрелялок есть он в его голове был как этот тип улик со стрелялки который ходит с одной лишь разницей что там нельзя жизнь перезагрузить знаешь тебя убили нажал на кнопку перезагрузился пересохранился то есть даже через эти игры они вкладывают определенные идеи в сознание вот например идея что можно жить пересохранить представьте ребенок с детства играет в стрелялки он убивает его убивает нажимает на кнопку пересохраняется оживает дальше играет вот даже они вкладывают определенные алгоритмы мышления ложные понимаете что эта жизнь просто игрушка пришел пострелял там убили пересохранился там еще что-нибудь дальше но это что такое а как это работает на это даже внимание обращает что в этом лежит корень зла в том что мы вот это вот институт управления сознанием наших детей отдали на отпуск вообще непонятно кто хочет делает игры кто хочет снимает мультики кто хочет делать фильмы какие-то кто хочет капитализм понимаешь за границы любые привозят там и никто это не фильтрует никак просто с точки зрения со мной какую идею несет например этот мультфильм вот дневник бога смерти например да вот там японский я специального взял и пересмотрел целиком понимаешь это же вещи деформирующие сознание с детства никто же на это внимание не обращает эти стрелялки эти игрушки разные что они несут какие идеи программа вкладывает в голову ребенка этого же никто не фильтрует это же капитализм свободный рынок а дальше вот все что происходит это следствие этого и поэтому говорить нужно о причинах а причины вот лежат в этом то что мы как бы не управляем этим процессом мы имеете ввиду государство да вот как люди мы народ не управляем вы же не можете контролировать что ваш ребенок не можете вы не фильтруете интернет вот и все это это корень а все остальное следствие как сделать если уже идея попала в голову проросла у него там это же ребята они же по их лицам видно не совсем там кукушкой дружат но видно просто понимать обиженный на жизнь там и все такое ему вкладывают определенные идеи он и загорается начинает у него прорастать игрушки с утра до вечера стреляет 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 и все у него у него смещается реальность потому что у него и так с кукушкой проблемы и у него игра это просто жизнь это как шутер продолжение это компьютерной игры с примеру говорю откуда он ту идею получил из фильма может откуда еще откуда-то неважно но в любом случае сначала ему эта идея попала в голову первично и вот институт производства идей и контроля над тем что несут в массы пока не возьмут под контроль над какой то ну как-то цензура нужна этого всего чтобы разный хлам не попадал детям голову да спасибо за мнение но вот насчет того что насколько это все не контролируется и не пытается даже какой-то цензурой обрасти да я бы сказал даже наоборот вот если провести параллель с тем же самым казанским случаем да то наоборот мы замечаем что и официальная версия и какая-то сми подачи да вот этих вот событий скажем так она сама очень спорная она сама имеет очень много нестыковок получается что само государство не заинтересовано в нормальном рассмотрении этой ситуации понимаете да то есть ну очень много у нас казанской трагедии было различных нестыков вплоть до количества стрелков скажем тогда то есть они утверждают что это вот был один или нас а ну я и многие другие люди кто действительно пообщался здесь с очевидцами хотя все они подписали бумаги о неразглашение в принципе утверждает что там было несколько и было и в самый первый день заявленный про я к чему это говорю получается вместо нормального расследования скажем тогда получается все равно некое создание определенной ширмы не ширмы но какой-то своей версии подачи получается что никто и не заинтересован в нормальном раскрытии вот этих всех дел и до корня тут не дойдем получается это еще и покрывается и вот конечно но это вот мое мнение сейчас высказал потому что у меня сразу как только сегодня произошло я сразу вспомнила нашу нашу казанскую трагедию вот у многих вопрос еще сегодня возникал почему именно это произошло вот сегодня после выборов да кто-то связывал это с какими-то там предпосылками например чтобы отвлечь например там от каких-то результатов выборов кто-то не связывал это да с этим вот ваше мнение почему это вот сразу после выборов произошло почему не до например если он оружие как они заявляют приобрел еще в мае почему я понимаю это все конспирологические теории но дело в том что понимаете современной россии придавать такое значение выборам я бы не стал ну например я результаты выборов в осетии знал месяца три назад ну пять процентов плюс-минус но не угадал я считайте что я банка и также по всем регионам понимаете вот вот у людей такое мнение есть что это выбора нечто столь важное и что такое знаете как будто там какая-то борьба происходит как будто там не знаю политические какие-то структуры между собой там что-то делят там 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 ничего такого нет есть некое шоу понимаете которые там показывают для масс а все уже давным-давно согласовано отрегулирована и кто надо туда попал по заранее как сказать согласованным списком и не придает никто такого значения как вот люди думают о для того чтобы как бы сорвать там или там не знаю радость единой россии от победы на выборах ну гораздо более сложно все вот эти штуки они больше подрывают веру людей государства более серьезная игра ну на мой взгляд понимаете вот такие штуки вот эти вот такие вот штуки не правильно сказать трагедии дано такие операции такие случаи да такие например фальсификации на выборах они что делают они подрывают веру людей в государство и вот кто-то системно занимается под подрывом вера людей государства и в принципе добивается своей цели вы говорить и скрывали, а сколько вот у нас вокруг Беслана точно таких же ходят слухов, разговоров и всего остального, что там какие-то террористы сбежали, их там где-то искали, убивали, там, ну, всякие, там, разные слухи, я даже сейчас не хочу воспроизводить все. Они в разных этих фильмах расследования озвучены были. Вокруг каждого такого преступления всегда начинают такими вот слухами обрастать. Ну, знаете, хочется эту трагедию усилить кому-то или использовать своих целей. Вот мы можем даже сейчас факты, ну, как сказать, обсудить хотя бы то, что мы узнаем совершенно точно. Какой-то парень взял это вот и совершил, да, там, терчи у вас, там, еще где-то. Там были с ним кто-то или не были, но мы до конца не узнаем. Но эти-то парни конкретно они были. Эти идеи попали им в голову, они это сделали. Вот это важно. А то, что кто-то использует потом в своих целях подобные ситуации, ну, это, ну, блин, к сожалению, в нашем циничном мире это естественный ход событий. Другой вопрос, что рождает сами ситуации, понимаете? Не то, кто их использует, а то, что их порождает. Вот о том, что порождает, никто не говорит. Вот кто использует конспирологические теории. Но никто не отвечает на вопрос, почему в 70-х годах в Советском Союзе это было невозможно, а в нынешней России это естественное происшествие какое-то, даже не вызывающая дрожь во всей стране уже. Вы понимаете, в чем дело? Вот что самое страшное. Я вам говорю, вот, например, после Беслана в Осетии такой высокий порог, да, там 333 человек, 334 человека убили. Из них почти 300 детей было. И после этого очень высокий болевой порог, понимаете? Здесь где-то убивают 10 человек, даже никто не реагирует. Сколько там убили 10? А ладно, у нас 300 убили. Понимаете? Что происходит с сознанием масс? Вот что самое страшное. И люди не спрашивают, почему это происходит. А что там, вот там, какие-то спецслужбы, еще кто-то использовал. Я согласен, я тоже люблю конспирологию. Но вот про смысл никто не говорит. Как наше общество докатилось до этого в принципе, понимаете? Как оно до него докатилось, до этого состояния, когда это стало нормой. Когда, например, в нашем обществе в прошлом году на 750 тысяч людей умерло больше, чем родилось. 750 тысяч. Это количество жителей республики Северная Осетия, где я живу. Целая республика исчезла с карты страны. Кто-нибудь обсуждает, не обсуждает? В этом году Росстат объявил на 63% смертность увеличилась по отношению к прошлому году. То есть в этом году будет она миллион больше умерла. Но все обсуждают там какие-то выборы. Выборы, которые, ну... Понимаете? Общество больно. Это признак болезни общества. Вот обсуждать нужно причину этой болезни, а не ее вот эти частные проявления в чем-то. Это частные проявления. Их будет еще больше. Ну... Общество больно, понимаете? Болезни общества нужно обсуждать. Ну, на мой взгляд. Мы же концептуально должны это все смотреть. Мы же не такие-то там... Как сказать? Понятно. Ну и как вот тогда общество в данном случае должно среагировать на такие вот вещи? Потому что, например, когда в Казани у нас произошла вот эта трагедия, действительно, ну, прям было ощутимо, что вот удар был нанесен, да, то есть такая вот и придавленность, но прошло какое-то время и, понимаете, все как-то как будто бы забылось даже. Вот такое было ощущение. Отмечали день города, понимаете? Это же вообще-то, когда такие теракты совершаются, все равно должно быть какой-то период. То есть никакие там соревнования не отменились, ничего, да? То есть вот это тоже говорит это то, что нас уже приучают, что это как бы норма. Понимаете? Вот эти трагедии, это норма, да. Но это не норма. И поэтому все равно находятся люди, которые пытаются и, может быть, не знаю, от вашей позиции это конспирология, да, в моей позиции это попытка дойти до истины, потому что я считаю, что чем больше мы проливаем свет, но про основу, на которую ложится, про которую вы говорили, абсолютно с вами согласна. Ну, хорошо, а в чем вот, ну, хорошо, истинно, ну, предположим, в Казани был не один стрелок, а три было. Что это меняет? Это меняет то, что ими кто-то управлял. Вот лично для меня интересен тот факт, кто растит, подводит подростков вот к этому. Понятно, что на какой-то... Я вам говорю, современные психотехнологии, вот смотрите, я рекомендую, у меня есть такая передача, она раньше была, выходила, штурм сознания есть, и в ней есть такое, ну, слиперы, серия называется, штурм сознания, слиперы, забейте в интернете. Там два генерала ФСО, как бы это, ФСБ, ну, как это, ФСО, Федеральная служба охраны, раньше в ГБ не служили. Они специалисты в области пси-воин, управления сознаниями, вот такими дистанционными воздействиями на людей. И вот он там рассказывал, генерал Ратников, там Ратников и Рогозин, они два генерала были. И вот один рассказывал. Вот, например, в Афганистане брали наших в плен ребят. И для того, чтобы перепрограммировать им сознание, перепотрошить, в начале Афганской войны у этих психологов американских поведело до полугода. То есть полгода препараты, там все-все-все воздействия, в конце записывают новую программу и выпускают человека. На это уходило полгода. В конце Афганской войны на это уходило несколько дней уже. Технологии такие стали. Понимаете? То есть эти технологии, естественно, существуют. Я просто вам, ну, там есть об этом, можете посмотреть. Я же почему говорю парни с приветом? На них можно дистанционно воздействовать. Ну, как с собой, что дошло до того, что-то нормой стало. Понимаете? Вот именно, согласна. То, что можно воздействовать дистанционно, да, это не... Вот есть книга этого того же Ратникова, «Псегори» называется, «По дистанционному воздействию на психику людей». Дистанционному. Идеи можно вкладывать в голову определенные. Вот, вот, я про это и говорю. Да. Борис Ратников, посмотрите, очень много видео у него есть по этой поводу. Он генерал. Вот они там, Рогозин рассказывал, у нас, говорит, есть такие операторы, они их операторы называли. Человеков транс водят, там глубина, говорит, первая, вторая, третья стадия, четвертая, он, говорит, глаза открывает, но ему показано фотографию Мадлен Олброй. Ну, тогда был бы секретарь США. И человек внедряется в ее сознание, начинает рассказывать, что там у нее, какие мысли в голове есть. То есть он дистанционно управляет уже ей, внедряется в ее сознание дистанционно. Это вот в этом фильме штурм сознания про слиперов это все показано. Это тоже есть. Это тоже есть. Конечно. Ну, вот знаете, еще вот момент, да, все-таки, если посмотреть уже на ту почву, как вы говорите, вот что у них уже есть у этих подростков, да, то есть мотив, который движет, это все-таки какие-то действительно внутренние обиды, там, на школу, какие-то ущемления, или в принципе, как вот действительно программа, он пошел и сделал. То есть насмотрелся вот этих вот игр, психика не отображает реальность, скажем так, вот для него все это как полуигра, и он идет, или действительно двигала некая там обида, месть и прочее, вот как вы считаете? Это в каждом случае индивидуально, я больше чем уверен. Это все подростки немножко с приветом, ну, просто по лицам, по фотографиям, по глазам видно. А как это уже использовать? И через что им эта идея попадает в голову, вы понимаете? Вот самый вопрос, может через что? Конечно, можно предположить какие-то там операторы, там что-то там, вычислять ребят с неустойчивой психикой, там и как-то это все делает. Но там тогда сразу возникает вопрос о том, Ну, вот если, например, речь идет о наших спецслужбах, ну, давайте такой мысленный эксперимент, как в математике. Зачем нашим спецслужбам нужен в день оглашения результатов выбора, вот и так, когда вот как бы, ну, должно быть все тихо и спокойно, чтобы такое случилось. Им это надо? Ну, кому это выгодно? Им это точно никак не выгодно. Вот очень хорошо. Как раз этот вопрос следующий я хотела задать. Вот что каждая там ситуация, трагедия подобная нарождает, да? Вот вы как-то говорили, это тоже очень важный момент. Действительно, кому это надо? И для чего? Ну, что произошло после трагедии в Казани? Произошло некий всплеск о том, что необходимо усилить охрану школу. Были запреты на оружие, то есть, там определенные ограничения опять, да, создали. То есть, пошло такое усиление, скажем так, ну, мер безопасности, как они их называют, да, на самом деле, я не знаю, насколько это бы спасло кого-то. То есть, уже сейчас многие школы у нас в Казани поставили заборы, родители не пускают, например, туда, да? Ну, и вот, получается, для чего это было сделано? Не для этого? Ну, я вам скажу, у нас после бесланской трагедии то же самое было во всех школах сделано еще в 2004 году, вы даже знать про это в Казани не знали. Во всех школах это вся охрана, рамки, там, вот такие вот всякие эти меры были сделаны. Через полгода на это все уже махнули рукой, понимаете? Это все равно, жизнь это все размывает. Это поначалу, пока трагедия как бы такая свежая, это что-то будет соблюдаться. А потому-то все, оно как-то так опять рассосется все. Но и опять же, этот парень, который стрелял вот сегодня, он же был студент этого вуза. Предположим, супер-пупер охрана, но он студент, у него студенческий, он предъявляет документы, проходит дальше, убивает охранников. Ну и дальше что? И все системы безопасности. Ну, куда эта система безопасности? Чем она спасет? Это же не террорист, приехал там откуда-то с Афганистана, вот с такой вот бородой, это же свой местный парень. Дробовик в сумке. Ну, мало ли что там в сумке принес студент. Это не помогает. По факту, это не помогает. Это ужесточает, это делает хуже, это приучает детей жить как в тюрьме, понимаешь, колючая проволока, я же говорю, камеры везде. Вот такая речь. И вы думаете, кто вот сейчас это проводит, то есть внедряя вот этих вот супер, там, Росгвардию в охраны, да, и прочее, они этого не понимают, что это в принципе бесполезно, но это же продолжается внедряться. И вот, например, та же самая, по-моему, в Перми сразу после вот этой трагедии объявили, что у них переходит на дистанк этот вуз. Ну, соответственно, Ну, это будут каждый использовать. Вот после трагедии в Беслане в нашем государстве отменили прямые выборы губернаторов. У нас конституция поменялась. Да, да, именно. Первая смена конституции была тогда. Ну, это просто, знаете, я же вам говорю, вот бывает случается ситуация, а уже разные люди используют ее в своих целях. Вот сейчас используют Росгвардия для чего? Для того, чтобы это уже подряды, это деньги, это же будет большой рынок как бы вот этих охранных услуг. Но мы же не скажем, что Росгвардия организовалась из-за того, чтобы увеличить там количество своих точек охраняемых, чтобы увеличить как бы, ну, прибыль организации. Но она просто использует это в своих целях как бы. А давайте вот теперь охрану усилим. И Росгвардия сразу с предложением вышла. Вот понимаете, складывается какая-то ситуация, а ее начинают все использовать уже в своих целях. Мы живем в циничном капиталистическом государстве. Я понимаю, к чему вы подводите, что это вот делают для того, нет, нет, я согласен, я же говорю, я тоже конспиролог. Но на сегодняшний момент, вот именно вот в этой ситуации, именно вот в это число, ну, нашему государству это 200% невыгодно. Это ну просто невыгодно. Для чего? Только победила партия, идут какие-то шатания в обществе. А вы берете это, сейчас еще вот такую как бы ситуация происходит. Она же наоборот негатив. Это, вот мы сегодня обсуждали ситуацию с выборами. Вот то, как были проведены выборы, было сделано все для того, чтобы народ отпал от государства. Понимаете, вот самое страшное, когда народ перестает верить в государство. Когда в Российском гражданине, а это уже было и в Российской империи, и в Советском Союзе, появляется идея, я родину люблю, государство ненавижу. Понимаете, это же была идея. в 80-х годах в Советском Союзе, до этого перед крахом Российской империи. И вот сейчас вот эту вот формулу пытаются опять реализовать. Кто это делает? Ну, вот эти враги внутри делают. Отпадает народ от государства, перестает в него верить. Вот вы сейчас считаете, что они не способны защитить ваших детей, правильно? Такая же мысль сейчас в тюрьме у всех жителей. Они не способны защитить наших детей. Об этом люди уже задумались далеко до этих событий уже давно. Потому что, во-первых, они сами себя дискредитируют постоянно. То есть, тут дело даже не в том, что люди считают, что государство не защитит. Надо просто уметь анализировать. В принципе, после 93-го года, когда произошел переворот, у нас ведь очень много что поменялось. Кто пришел к власти? Какие структуры? Если уже многие говорят, что у нас и Конституция была написана при помощи американских специалистов в том числе. При помощи американскими специалистами она была написана. Просто. Я просто говорю, о каком доверии может быть, в принципе, речь у тех, кто анализирует. И, конечно, то, что сейчас происходит, учитывая вот этот законопроект, например, о принудительной эвакуации, который рассмотрен в первом чтении, понимаете, он уже. Сейчас вот у нас в Казани, я не знаю, просто как в других городах, вот с мая начиная, весь май и начало сентября постоянно детей выводили на эти эвакуации. Причем раньше, если про учебные эвакуации нигде не говорили, спокойно они проходили в учебном режиме, то сейчас об этом пишут в СМИ. И все родители вот с такими глазами, о, опять зачем эвакуировали, там какое событие и прочее. То есть это получается нагнетение. То есть тоже нельзя сказать, что это конспирология, это реальность, это есть, это происходит. И тут дело не в том, то, что в недоверие, а просто действительно родители опасаются уже везти детей в школы. Тут еще вот эта пермская ситуация, да, и да, нам нужен контроль, усиление и прочее. И получается вот это, то, что дети ходят в школу как, ну, не знаю, в тюрьму, не в тюрьму, да, когда там за заборами родители не пускают, но что-то к этому, к этому уже подходить начинает. И поэтому я считаю, конечно, что есть, наверное, действительно, те, кто использует все эти трагедии в каком-то своем интересе, скажем так. А плюс еще по мере понимания. Вот мера же понимания у всех разная. В генерала Росгвард есть своя мера понимания. Для него безопасность, это колючая проволока и видеокамеры. А человек с гуманитарным образованием понимает, что безопасность это определенные идеи и смыслы, которые вы вносите в общество, когда это, в принципе, происходить не может. А у них как бы провалы в гуманитарном образовании. Они не понимают, как это влияет на сознание, потому что их же дети тоже в эти же школы ходят. Они же не делают зло своим детям. Они просто не понимают, на самом деле, они же не психологи. Они же не понимают, как это влияет на сознание их будущих детей. Когда дети будут учиться с детства, на окнах решетки, за окном забор с колючей проволокой, а в каждой комере, чуть ли не в туалете, везде камеры. Это же на психику влияет. В общественных детей. Они же не понимают, они не психологи, они не знают, не педагоги, они не знают, как это влияет. В будущем, ну как, это же на психику не влияет. Они думают, что они делают как лучше. Искренне думают. Они искренне так считают. Возможно, я не отрицаю. Вот тогда вопрос такой. Вот нам тогда, как обществу, надо просто подумать, что мы можем делать в таких условиях. Если Росгвардия не понимает, зачем ее там ставят, кто-то там еще, то вот мы, те, кто анализирует, скажем так, кто мы думаем, что кто-то эту ситуацию может использовать для каких-то своих целей. Что нам нужно делать? Просто мы... Нам надо найти какой-то диалог с этим. Вы понимаете, мы должны просто одну вещь принять, а после этих выборов понял. Вот есть общество, а есть институты власти. Мы не по разной стороны берега находимся, у нас интересы как-то разные, может что-то не пересекаются, как-то параллельно идут, знаете. Ну, а какой-то общий язык находить надо, потому что мы живем на одной территории, как в конце концов. Говорит, считать, что там все сотрудники всех силовых структур это представители пятой колонны, ну, это же глупо, правда ведь? То есть, ну, это так не может быть. Их дети учатся. Вот я же с ними когда разговариваю, говорю, ваши же дети точно так же учатся в этих школах, а напротив каждой нашей школы стоят излучатели с вышками, с этими, понимаете. Вот у нас в городе, если хочешь найти школу, найди, где стоят эти мачты с этими излучателями, как бы телефонными, там 5G, 6G, я не знаю, какие-нибудь. Но зачем, говорю, возле школы они нужны? Ответь мне на простой вопрос. Не надо мне сертификаты подсовывать там о том, что они санитарно-безопасны. Зачем? Возле школы нужна эта вышка. Для того, чтобы у детей связь была хорошая, а зачем им хорошая связь? Зачем детям хороший интернет? Ну, предположим, даже, вы переживаете за хороший интернет в школе. Зачем им в школе нужен вообще интернет? Чтобы они подсказки там искали? Я говорю, наоборот бы глушил бы в школе интернет. Зачем он в школе интернет? Головой пустой соображает. Они же подводят нас к цифровому образованию. Правильно. Но это надо тоже доносить. Они же не понимают. И вот когда объясняешь человеку, что лиценционное образование это не образование. Потому что образование это образоваяние. Это образ создавания. Я сама педагога выступала на конференциях именно о том же. То есть я тоже самая пытаюсь донести. Я просто считаю, не знаю, назовите меня конспирологом или кем, что все равно это звенья одной цепи. Понимаете? Вот это внедрение цифрового образования. То, что образованием у нас занимаются банкиры типа Ротенберга, Грефа и прочее. Те же самые принуждения к вакцинации, к эвакуации. А как вот это все, как это все народ побыстрее сделать? И начинаются вот такие различные ситуации, которые потом используются для усиления вот этого всего. И контроля, и цифровизации. Давайте там быстрее. Да. Конечно. Согласен. Но вот надо эту опасность объяснять. Вот я говорю, вот недавно я позавчера или вчера делал эфир с парнем из Казахстана. Я говорю, проблема заключается в том, в социальной сети интернет это не зло, да, современной технологии. Вопрос, как их использовать. Хороших людей больше, плохих меньше. Но дело в том, что хорошие молчат. Они совсем как вот грибы опускают и соглашаются. Вот должны быть такие площадки. У нас сейчас 200 человек слушают. Это видео еще разойдется. И нужно просто одну простую мысль доносить до этих сотрудников разных служб, что это ваших детей в том числе касается. Вы не живете на Луне, вы не уедете там куда-нибудь на Лазурный берег. У вас нету столько денег у всяких региональных там деятелей, понимаете. Там московская элита вся сбежит в случае чего, а нам остальным бежать некуда. И когда дойдет эта простая мысль, что это на самом деле вредно, объясняйте. Они же на самом деле многие не понимают, говорят, а в чем проблема? Я, говорит, вот я же просто по этому поводу я общаюсь в основном с этими разными силовиками. Я же, говорит, вот смотрю, там, не знаю, ты не ребенок. У тебя уже сформирован некий какой-то вот, ну, у тебя мозг уже сформирован в школе, его оформили. И теперь на него, как дополнительное образование, ты можешь лекции смотреть, все что угодно делать в интернете. Но ребенку это нельзя, ему нужен контакт с педагогом. Говорят, частные британские школы, друзья мои, я им постоянно лекции рассказываю про частное британское образование. Там нет вообще телефонов, до сих пор существуют телесные наказания. Физические, понимаете. Дедовщина, раздельное обучение мальчиков и девочек и все остальное. Потому что так создаются и воспитываются граждане. Качественные. А то, что здесь делают, это, говорю, плебс воспитывают. Вы хотите, чтобы ваших детей плебс воспитали? Вы же не можете своего сына или дочку, ну, сына там, девочек не берут, вытон отправить. Вы же не можете его вытон отправить. Даже смогли бы, вы не возьмут туда. Соответственно, нужно здесь как-то образование привести в надлежащую форму. Потому что ваши дети после вас, они потеряют даже то, что вы заработали. И это надо с ними разговаривать, понимаете? И, поверьте, они точно так же будут нас понимать. Ну, нет сейчас другого варианта. Ну, какой другой вариант? Я согласна, что нам нужно всем разъяснять. Разъяснять родителям. Разъяснять тем, кто даже в каких-то, например, в тех же самых администрациях сидят. Но какие-то люди смогут, скажем так, это воспринять. Но вот насчет диалога, как вы говорили, попытаться установить диалог. Вот у нас, во-первых, в Казани в феврале в прошлом году проходил круглый стол с представителями правительства Татарстана по вопросам вакцинации, я хочу сказать. То есть это тоже такая тема была насущная. Так вот, у нас диалога не было. Они нас как бы выслушали вопросы, мимо ушей пропустили и свою пропаганду провели. Я к чему говорю? К тому, что попытки диалогов очень много бывает. И, например, лично я ездила в Москву подавать подписи против цифрового образования, скажем так, то к нам даже специалист не пришел. Сказали, вон в ящичек бросьте ваше заявление и все. Я имею в виду к тому, что мы вообще идем скоро к электронному правительству. У меня такое чувство. Когда мы просто будем давать свои какие-то там бумажечки, обращения, они нам будут просто очередной отпиской. В принципе, это и сейчас уже идет. На прием попасть очень сложно. Это я говорю про систему той власти, которая находится. То есть я считаю, что в данном случае ей можно только выражать недоверие и требовать ее отставки. Что, в принципе, я смотрела в интернете 15 сентября люди это сделали. То есть накануне выборов они поехали и подали очень много волеизъявлений о недоверии системе власти и выборам. А, конечно, на каких-то уровнях разных этих структур находятся люди, которые могут понять, могут донести. Но в целом, вот та система, которая сейчас сложилась и выстроилась уже, да, ну, насколько это сможет поменяться, если они проводят определенные программы, скажем так, то же самое, с организацией, эвакуацией и прочее. С людьми надо говорить. Вот с людьми. Вот мы сейчас говорим с людьми. Понимаете, не говорите с чиновниками, а говорите с людьми. Вот с человеком ты говоришь, понимаете, в первую очередь. Он с восьми, не знаю, с девяти до шестнадцати или до восемнадцати вот он чиновник, а дальше он человек, у него такие же проблемы. И так же это все беспокоит с этой витаминизацией. Потому что поначалу им спускали всем директивы. Сейчас, когда с реальностью столкнулись и увидели, что происходит, что те, кто укололись, болеют больше, чем те, кто не укололись. Мы все эти последствия. И они же тоже начинали это все понимать. Вот один чиновник довольно-таки высокого ранга у нас, он говорил, вот я там туда-сюда прививку сделал, а ты не сделал. А я просто переболел, но вот на иммунитете в легкой форме это прошло. Он сейчас в тяжелом состоянии. Прививку сделал. А у моего друга общественного деятеля Шамиля Хадулаева, я уже не раз, например, приводил, вот буквально две недели назад отец умер. Его в поликлинике уговорили сделать прививку, он сделал прививку и через пару недель умер. Понимаете, в чем дело? И вот такие вещи, когда вы говорите, людям это просто понятно становится, это уже становится видно. Среди, я понимаю, что хочется вот так все поменять, но не получится так уже. Вот видя по тому, что сейчас происходит, а надо говорить с людьми. Вот у нас, например, вот в Осетии, вот какую-то различную работу ведет, вот женщина написала, им сейчас детям эту принудительную хотят тоже уколы ставить. Они всем классом собрали подписи, мы делать не будем. Понимаете, а кто вы можете, если не все организованные это делают? Проблема в неорганизованности. А когда организованный весь класс, например, сказали, мы нет, мы против дистанта или против того, или вся школа, например, все родители это сделали. Но это же говорить надо с родителями, с людьми. И тогда что-то поменяется. Снизу, понимаете, сверху ничего мы не решим, только снизу. Когда у людей включается мозг, особенно у женщин, я заметил, что вот в этой всей ситуации с витаминизацией последние полтора года максимальная активность у женщин. Я для себя это объяснил так, что у них сильный материнский инстинкт. Мужчины боятся потерять работу, ипотека, кредиты, еще чего-то, они думают об этом. А женщина думает о детях. И когда у нее становится этот вопрос ребром, то там в них включаются страшные силы, которые не остановить. И когда они понимают, что по-настоящему страшно или проблема, и к чему приведет дистанционное образование, и что такое это не образование, да, там, ну, что это такое вообще. И когда они просто поймут, а в основном же люди работают, они вот как мы, не читают книги, там, статьи, там, еще что-то, не занимаются с ним профессионально, они не понимают. Им нужно просто это донести, к чему это приведет. Хотите, чтобы у вас дети были дебилами, отдавайте дистанционное образование. А в пример я всегда привожу частное британское, как альтернативу. Вот то, что делает элита, и то, что предлагает нам, вы сравните просто. Вот сравните. И понимают же. И пишут сейчас вот как-то и самоорганизовываются. Я же их не организовываю, они самоорганизовываются. А тут уже человеку, мы человеку предоставляем выбор. Мы говорим вот так, так и так. Когда так начинает происходить, он понимает, ага, человек был прав. Я, например, в какой-то ситуации. Они же начинают самоорганизовываться в классе или еще где-то. У нас, когда на дистанции закрыли школы, родители что стали делать? Они стали снимать квартиры. Снимают квартиру трехкоматную. Туда детей. Платят учителям деньги, там по 500, по 1000 рублей в день. Точно так же уроки проходили на квартирах. Они быстро самоорганизовались. Говорят, закрыли нам школу, окей. Те же педагоги, только на квартирах уже. Квартиру, говорят, сняли трехкоматную, скинулись там всем классом и все. И точно так же уроки проводили. Найдут выход. Появится больше частных школ. Они же не хотят, они почему хотят дистанционное образование, они сбросят ГРЕП и все остальные оптимизации. То есть, это же расходы, это же банкиры, это же торгаши. Они просто не хотят деньги тратить. Ну, как бы, это же образование, школу, содержать их надо. Я думаю, они просто хотят вырастить поколение детей, которое им нужно. Понимаете? Ну, это тоже. И если мы сейчас все, например, будем переходить на какие-то частные школы, хотя все это не сделают, да, то они школу очень быстро переформатируют. Поэтому я, в принципе, сторонник того, чтобы бороться за традиционную школу, именно с родителями действительно объяснять, к чему это может привести. Хотя, конечно, ситуация бывает разная и, может быть, какой-то временный период и приходится вот такими выходить способами, как вот уходить на квартиры и прочее. Ну, смотрите. Знаете, вот я извиняюсь, конечно, что вас перебью по поводу образования, каково вас в роли он играет, чтобы наши зрители поняли для себя масштаб проблемы. Вот я с одним очень умным человеком общался, он такой очень, как, очень, ну, как сказать, глубоко смыслищий процессы. Он говорит, ты знаешь, вот, ну, они там в своих узких кругах это обсуждали, философских таких, профессорских. Вторая мировая война. Мы, говорит, много не понимали, зачем Гитлеру нужно было нападать на Советский Союз. Мы не понимали. Ну, как бы, ну, понятно, там, да, там, большевики, не большевики, это все ерунда, это не мотив. И говорит, знаешь, что вы поняли? Сталин что сделал? Он сделал элитное образование доступным большим массам. Он взял детей, вот этих диспризорников, республику Шкид, посмотрите, и все остальное, и воспитал поколение целое. Это поколение сделало индустриализацию, это поколение вытянуло войну. И все, что, говорит, их задача была Второй мировой войны и Гитлера, и вот этих всех элитных структур, выбить это поколение. Потому что, если бы это поколение родило еще одно поколение, понимаешь, мир бы изменился уже необратимо. И, говорит, войну устроили только для того, чтобы всех выкосить. И если, говорит, посмотришь, 22-й год, 23-й год, 21-й, 24-й, это все сталинские, их всех убили. Практически там, да, потому что они везде шли вперед, там, ну, да, тянули на себе это все, и они вытянули. Это какая роль образования? И как жестко они во всем мире следят за тем, чтобы не было хорошего образования? Везде. И признак суверенного государства – это хорошее образование. Первое, что начали разрушать в Советском Союзе, первое – это систему образования. Первое. Вспомните 90-е годы. Потому что это ключ. Да, да, да. На самом деле, вот у нас недавно, 29 августа, прошла конференция в Москве по поводу цифрового образования. Там как раз-таки говорили про реформы образования. Оказывается, они начались еще, знаете, в 60-х, 70-х годах при Советском Союзе, когда уже подменили учебники, то есть там была определенная реформа, и тогда уже вот этот слом пошел. То, что сейчас происходит, это уже, скажем так, апофеоз, уже конец, да, и, конечно, цифровое образование. Конечно. Но что сделали большевики? Они сделали образование, которое было доступно элите, доступно широким массам населения. Да, да. И таким образом они нашли своих королевых, своих жуков. Жуков крестьянином был, а разбивал немецких фельдмаршалов. Каким образом? Образование дали, понимаете, талантливый человек, он рождается и умирает талантливо, но ему же нужно дать образование, программы вложить в голову. И вот за тем, чтобы нормальные программы в голову не вкладывали, очень внимательно следят. Очень. Обратите внимание, вот такие частные школы, как есть в Великобритании, нет больше нигде в мире. Потому что они за этим очень тщательно следят, чтобы их больше нигде не было. И за счет этих частных школ, и за счет того, кого они там воспитывают, кто хочет понять, как эти вообще школы устроены, игру в Писере почитайте, Германа Геста, я не знаю, читали, вот вы не читали. Там это описано, это частная школа, Касталя там она называла, где эту элиту воспитывают, это жречество, понимаете, которое потом миром правит. И вот это образование, и хорошее массовое образование, которое было со СССР, значит, что же в первую очередь. Вот именно. Вот они его добивают сейчас. Ну вот смотрите, вот еще, если возвращаться все-таки к теме именно тех событий, которые у нас сегодня, да, произошли, если уж мы начали говорить о том, что почву подготавливают они именно тем культурным, в кавычках, контентом, который сейчас распространяется, да, через видеоигры, через вот эти фильмы, да, то получается все равно... Самое главное мультфильмы. Мультфильмы, да, там и 25-й кадр, и в принципе сама идеология, когда можно так и родителям отвечать, скажем так, без уважения, и авторитеты вот эти рушатся, это все закладывается действительно через вот эти все мультики, фильмы, игры и прочее. Получается, что мы все равно, как родители, даже все понимая, не можем в целом это все поменять, если не будем совершать каких-то действий. Я вот к чему говорю, то, что понимать мы можем многое, но все равно придется столкнуться с тем, что мы должны либо что-то требовать, я не знаю, либо какое-то свое мнение выражать. И я не думаю, что у нас большая часть, например, мы откажемся от всех этих мультиков и прочее. Получается, что я просто пытаюсь понять, что нам сейчас делать в связи вот с этими ситуациями, да, нам, родителям. Нам нужно просто доносить это, понимаете, вот мы это понимаем, а мы должны доносить. Кто-то нас услышит. Вот много очень моих знакомых, они очень жестко, вот просто, я имею в виду, например, привык с этими мультиками, туда же не 25-й кадр, то, что они не разговаривают. Они уродство, уродство закладывают как стандарт красоты. Вы понимаете, что такое спанчик-боб, мультик про губку, которая моет посуду. Это что такое? Это вот уродские образы с детства, вот эти всякие разные, там вот эти мультики их, там вот уродцы разные, понимаете? Это уродство становится для ребенка нормой. Вы понимаете? Не красивые вещи, не красота становится нормой, а уродство. Там много вот таких вот вещей, которые они делают. И когда уже родители это понимают, они просто не дают детям это смотреть. Они закачали эти советские мультфильмы, там огромными количествами, там этими флешками. И вот, да. И жестко фильтруют то, что ребенок получает в свою голову. Я говорю, голова, то, что туда попадает, туда ничего не стирается. Я говорю, одну вещь поймите. Удалить с головы ничего невозможно. Все, что вы слышали, видели, там, не знаю, через обоняние воспринимали, в голове все откладывается. В сознании, в подсознании, там, в сверхсознании. Оно все там будет на всю жизнь. И то, что до шести лет будет заложена в эту голову, по этой программе ребенок будет и жить. И если вы это осознаете, вы родители, вы отвечаете за жизнь своего ребенка, и вы как бы за этим смотрите. Это ответственность каждого. Раньше государство брало на себя ответственность. Государство с себя эту ответственность сняло. А теперь каждый родитель должен на себя эту ответственность брать. Ты делаешь ребенка, ты его производишь на свет, но будь добр, тогда ты его воспитывай. Ты уже не можешь приложить эту ответственность ни на, там, пионеров, ни на педагогов, ни на государство, в принципе. Государство себя это время сняло. Он сказал, ребята, двигайтесь сами. Все. И каждый должен на себя брать ответственность. Понимать, изучать, тратить на это время. А что делать? А мы должны доносить это. Многие же даже не задумываются об этом. Да-да-да, я согласна, что самое главное – это сознание людей. То есть если общее сознание, скажем так, не воспримет какую-то идею, той же самой цифровизации образования, она просто не пройдет. Поэтому я тоже... Да, конечно. Если люди организованно скажут «нет», ничего не будет. Вопрос в том, что не говорят этого «нет». Просто хавают. Большинство «ну да-да-да» принимают это все, потому что так удобнее. Но это же ваш сознательный выбор. И вы должны понимать меру за последствия этого всего. Мы просто должны одну вещь понять. Государство этим не занимается. И заниматься вот нынешнее государство этим не будет. Это не коммунистическое государство, понимаете, где общее было выше частного, там, где вот эти общие интересы были, как бы, да. Это бизнес-структура, это корпорация. Абсолютно согласна. Их дети учатся за границей. Поэтому они уничтожили образование в России. Потому что их дети учатся за границей. Швейцария, Лондон, ну где. Но Америка это уже как высшее образование дальше. Все частное начальное образование получают либо в Швейцарии, либо в Западной Германии, там тоже сакские эти есть, школы частные. Либо вот Британия, в основном Британия. Самое главное, базовое образование это детское. Плюс и иезуитские школы у них свои. Ну это же, ну, блин. Образование это все. Это война за умы. Это, ну, это самое главное. Это жреческий уровень управления. Это основа, это основа, да. Это основа общества, основа будущего. У нас не понимают. У нас на нового лохольца на периферии внимания. И поэтому, к сожалению, вот такие вещи будут происходить. Ну, они будут. Это следствие вот этого, понимаете. Это на этом дереве растут такие плоды. Это посеяли такое семя, выросло такое дерево. На этом дереве такие геневые плоды. Согласна. Ну, я думаю, что, наверное, будем завершать наш эфир. Да. Спасибо вам большое за то, что присоединились, пообщались по этой теме. На самом деле, я думаю, что это очень многих волнует. В самом деле, я просто говорю, что нету простых ответов на эти сложные вопросы. Это раз. Нет простых решений. Это два. И самое глупое, искать, вот знаете, ааа, это во всем виноват. Там, я не знаю, какой-нибудь там ФСБшник или Росгвардеец или еще кто-то. Это все гораздо более сложнее происходит. И они, вот эти вот все сотрудники спецслужб и их дети, такие же жертвы этого всего, понимаете. Такие же точно. Конечно. Просто их родители этого не очень понимают. В силу специфики своей профессии, ну, как бы, они в этом не разбираются. И включенности в систему. Конечно. Они же не понимают, ну, они не понимают, как это работает. Ну, не понимают. Ну, для себя, о чем он должен это понимать? Он же психолог, что ли, педагог. Как он может это понимать? А наша задача доносить до них это. Что-то так работает. Друзья, хотите, чтобы ваши дети были дебилы? Пожалуйста, да, ну, на здоровье. Ваша правда. Либо отправляйте вытон в частную школу, либо делайте что-нибудь здесь у себя дома достойное. И они будут делать. Это время настанет. Я вас уверяю. Да, и уж напоследок тоже скажу, что очень хорошо, вот как раз-таки, вот это системно, объемно показывает то, что происходит в стране. Это фильмы, в чьих руках твоя судьба. Если кто не смотрел, еще очень рекомендую. Там как раз очень последовательно, очень масштабно и как раз-таки не так узко, а именно вот показывает этот масштаб того, что у нас происходит в стране. Я еще раз вас благодарю. Спасибо большое за эфир. И вам спасибо. До встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова